Продолжение следует... Такой для России очень насущной проблемой это развертывание кубернетиса в ограниченных средах, в ограниченных окружениях, где у нас нет возможности получить доступ к публичному, например, докер-репозиторию или к гитхабу и что же нам с этим делать, какие проблемы нам решать. Компания Кублер предоставляет на рынок платформу, которая позволяет осуществлять управление кубернетисом для кубернетис-кластерами на корпоративном уровне. Кублер предоставляет такие возможности, как управление облачными кластерами, ан-премис-инсталляциями, также мы поддерживаем vCloud-инсталляцию или полностью поддерживаем vSphere. При необходимости в платформу добавляются любые инструменты CICD, все это интегрируется вместе и работает как одна большая платформа. Итак, мы решили установить с вами кубернетис для запуска на нем какого-то приложения. Как быстро мы с вами это сможем сделать? Нам нужно решить какой-то набор проблем. Сейчас на рынке достаточно много инструментов, то есть мы можем взять COPS, например, или QPDM, развернуть кластер. Запустить в него наше суперприложение и готово ли оно к продакшену в этот момент. Ответ. Сейчас переключим. К сожалению, нет ответа, потому что мы, скорее всего, на чистом кубернетисе не сможем запустить это продакшен-приложение. Так что же мы тогда будем обсуждать? Что же мы обсудим? Обсудим мы требования к нашему кластеру для того, чтобы его можно было использовать в промышленной эксплуатации. Попробуем обсудить решение с облачными провайдерами и запуска приложения в облаках. И какие проблемы с этим возникают? Конечно же, нужно затронуть обязательно проблему реструктуризации работы между командами внутри вашей организации, особенно если такая организация большая. И, конечно же, обсудим проблему установки в наших дата-центрах. Итак, начнем, наверное, с требований, потому что требования к кластеру для промышленной эксплуатации – это, наверное, первое, о чем нужно думать, прежде чем начинать что-то делать. В первую очередь мы должны подумать о безопасности. Мы, конечно же, хотим, чтобы наш кластер был максимально безопасный. Он должен обеспечивать аудит. Мы должны знать, что и кто, и в какой момент времени делал в нашем кластере. И собирать эту информацию в какое-то централизованное место. Конечно же, нам нужно собирать логи с приложений, которые запущены внутри кластера. И, конечно же, мы должны собирать логи с самого кластера. То есть мы должны знать о состоянии кубернетиса и рабочих нот, на которых он работает. В закрытых окружениях у нас есть требования, которые исходят из того, что у нас нет доступа к публичным каким-то репозиториям. И нам нужно подготовить артефакты, чтобы они были доступны внутри нашего кластера. Нам нужно каким-то образом разместить докер-репозиторий, допустим, или там репозиторий с бинарниками. Ну и, конечно же, нужно помнить о том, откуда взять пакеты для установки того же самого кубернетиса или кубилета. Безопасность. Безопасность. Да. Безопасность. Первое требование, которое нужно учесть при планировании production-ready кластера. У нас, как минимум, может потребоваться интеграция с существующей системой авторизации. То есть в вашей большой компании может существовать уже там актив-директорий или какой-то другой SSO-провайдер. Поэтому нам нужно научиться, чтобы компоненты и доступ к нашему кластеру осуществлялся через ваш identity provider. Конечно же, нам нужно подумать о разделении прав по... Как это сейчас? Конечно же, нам нужно определить требования к управлению доступом на основе ролей, как внутри кластера, так и для компонент, таких как, например, панели логинга или мониторинга. Каждый кластер поставляется с дополнительными конфиденциальными данными, например, закрытые ключи или сертификаты. И нам нужно думать о том, как хранить эти данные безопасно и как обеспечить доступ к этой информации только для ограниченного количества приложений и пользователей. Аудит. Аудит Kubernetes API – это, наверное, наиболее востребованная сейчас вещь, так как если мы аудируем запросы к API-серверу, мы точно знаем, кто, когда и что делал в Kubernetes кластере. Если мы научимся поддерживать аудит на панелях мониторинга и логирования, в нашей Кибани или на нашей Графани, то мы будем быстро реагировать на какие-то инциденты. конечно, нам нужен аудит в среде подготовки кластера. То есть мы должны знать, когда, кто и что решал такие задачи, как установка, обновление кластера или его удаление. Без поддержки аудита мы вообще не можем использовать Kubernetes кластер в продакшен. Единственное, где мы можем не аудировать, наверное, Kubernetes и все, что внутри него происходит, это в наших дев-средах и, может быть, в тестовых средах. связано это лишь тем, что там нету продакшен-данных. С требованиями... А, мониторинг. Тоже важное требование. Мониторинг нам помогает понять, что у нас в порядке, что не в порядке. И к требованиям мониторинга, наверное, относится самый главный момент, что мы должны уметь отделить проблемы инфраструктуры от проблемы приложения. Кому звонить, если у нас что-то пошло не так, кому сообщать об этом. Вот эти тонкие настройки мониторинга – это требования к системе. Ну и, конечно же, мы должны уметь настраивать уведомления таким образом, чтобы, например, получать по электронной почте какое-то уведомление о том, что у нас закончится место через там 2-3 недели. Но в то же самое время нам нужно, чтобы на какой-нибудь PagerDuty нам позвонили на сотовый телефон в случае отказа ноды. Изолированное окружение. Какими требованиями здесь мы будем сталкиваться? Нам, как минимум, нужно решить проблему наличия дополнительных компонентов. Где взять эти компоненты? Где мы возьмем нужные нам докер имиджи? Где мы возьмем необходимые пакеты для нашей операционной системы? После создания кластера нам понадобится... Ну, допустим, после создания кластера нам понадобится установить какой-то дополнительный компонент. Ну, захотим развернуть истию внутрь кластера, где мы возьмем для него нужные артефакты. Поэтому при планировании кластера в изолированном окружении мы должны учитывать и это требование тоже. Ну, и, конечно же, в вашей инфраструктуре, в вашей экосистеме уже могут существовать какой-то набор инструментов. И при планировании развертывания кубернетис мы должны думать о том, как мы будем интегрироваться с существующими. Если у нас существует, например, система автоматического развертывания или какой-то инструмент управления конфигурациями, то как мы будем его поддерживать? Ну, с требованиями, наверное, понятно. Теперь подумаем. Так, требования у нас есть. Что же будем делать с этими требованиями? Что мы будем делать дальше? У нас есть, наверное, три пути. Первый путь, наиболее простой, самый простой, это развернуть кубернетис в облачном провайдере. Ну, например, там, Google Cloud или Amazon. Но здесь мы будем столкнемся с проблемами. Например, первая проблема у нас нету доступа к мастерам кубернетиса. Мы не можем получить достойным в виде аудит API-сервера. Мы не можем сделать какие-то тонкие изменения настройки самого кубилета или внести изменения в ДТЦД. Поэтому облачное решение, наверное, поможет нам при разработке. Его можно применять как решение для тестирования. Но в продакшн мы его не захотим забирать по вот этим вот его недостаткам. У нас есть вариант сделать собственное решение. Сделать собственное решение требует от нас наличия команды, которая способна развернуть кубернетис-кластера и поддерживать их. Ну и третий вариант – обратиться к какому-то провайдеру кубернетис, который сделает за нас нашу работу. Что говорить подробнее о облачных провайдерах? Ну вот о их минусах я, наверное, уже сказал. И, наверное, останавливаться тут не буду. А перейдем к проблемам собственных решений. Итак, собственное решение. Нам нужно как минимум иметь команду, которая позволит развернуть кластер и поддерживать его в состоянии, чтобы он справлялся с продакшн-нагрузкой. Нам нужно, чтобы эта команда умела развернуть в этом кластере необходимые компоненты для логирования, мониторинга и его обслуживания. Ну и самое главное, нам нужно помнить о том, что этот кластер нужно обновлять. У кубернетиса цикл разработки три месяца. То есть мы получаем один новый свежий релиз один раз в четыре месяца. Способна ли ваша организация выделить нужное количество ресурсов для того, чтобы поддерживать? Скорее, здесь вопрос, что нужно подумать о том, стоит ли это делать внутри организации. Если же у нас есть контракт с отдельной командой, то эта команда решает все ваши проблемы. Она развернет вам кубернетис кластер. Она учтет все ваши требования, предоставит инструменты для логинга, мониторинга. И, конечно же, какой-то сторонний провайдер кубернетис будет решать проблемы по обновлению и сопровождению. Это хорошее решение. Прежде чем выбирать, по какому пути идти, надо обязательно подумать. И решить, что в вашей организации более подходит. В крупных компаниях в России в последнее время появилось большое разделение функционала между командами. То есть есть команды, которые занимаются инфраструктурой, есть команды, которые занимаются сетями. И при развертывании кубернетиса вам нужно будет обязательно думать о том, как эти команды будут взаимодействовать друг с другом. Потому что это взаимодействие должно быть более тесное и иметь как можно меньшие задержки по времени. Так как, ну представьте себе, у нас возникает ситуация с какими-нибудь сетевыми проблемами. И на наших мастерах начинают разбегаться ЕТЦД. Нам нужно быстро реагировать, быстро, чтобы там сетевики быстро решили наши проблемы, если это их какие-то там ищут. А если не их, тогда мы пойдем к другой команде, которая тоже позволит нам это решить. Поэтому при развертывании кубернетиса нужно подумать о процессах внутри организации. Поговорим о более... У меня так и не перекрутилось. Да, взаимодействие между командами уже обсудили. Итак, поговорим о более on-premise. Собственное развертывание внутри собственного дата-центра. Итак, какие у нас проблемы и о чем нужно помнить? Если мы используем чистый металл, то есть нам нужно подумать, как мы будем масштабировать наш кластер. Как мы будем добавлять новые ноды, как мы будем убирать, выводить из эксплуатации устаревшие или сломанные. Если у нас в Sphere, то тогда нужно подумать о том, как мы будем решать вопросы с самообслуживанием. Пришел разработчик, ему нужно для быстрого введения кластера. Разработчик кликнул мышкой, ему развернулся кластер, но мы должны решить проблему, как выдать ему полномочия. Также нам нужно задуматься о том, какой уровень прав в Sphere ему нужен для того, чтобы развернуть кластер. И, конечно же, нам нужно помнить, что этот разработчик должен за собой подчистить, когда ему этот кластер больше не нужен. Кто это будет делать? Это будет делать человек или это будет делать некий универсальный инструмент? Мы должны подумать для он-превес установки, как сделать высоко доступные кубернетис кластера, особенно если у нас инсталляция в нескольких дата-центрах. Конечно же, мы должны помнить об обновлении наших операционных систем. Мы должны помнить об обновлении ядра Linux, об обновлении ядра Docker. Если мы работаем в облаках, там все легко. Мы просто выключили виртуальную машину, нам развернулось новую, и мы получили все обновления. В случае он-премис установки так не получится. Нам нужно решать проблему с обновлением. Представьте, если есть инструмент, который позволил бы вам из шаблона не просто поднять новую виртуальную машину внутри вашего дата-центра, но еще добавить туда все обновления с помощью ваших средств автоматизации, и после чего установить внутрь этой виртуальной машины все необходимые компоненты кубернетис и добавить в кластер, в существующий кубернетис кластер. Вот это, наверное, было бы удобно. Практики по безопасности. Ну, тут можно о чем поговорить? Конечно же, используйте AirBug, используйте инструменты C-Linux, используйте C-Comp, используйте встроенные механизмы кубернетиса. Тогда, скорее всего, вы ответите на все требования по безопасности, которые возникают в вашей организации. Ну, и когда мы определили требования, когда мы решили и увидели все те проблемы, которые возникают при установке кубернетиса внутри вашей организации, стоит задуматься, а что же нам тогда с этим всем делать? Ну, нам нужен инструмент, с помощью которого вы решите эти все проблемы. Нам нужен какое-то изменение подхода для того, чтобы быстро подготавливать кластеры. Все это требует некого дополнительного функционала от вашей платформы. И тогда вы обеспечите повторяемость ваших процессов. Можно начинать применять методики GitOps внутри вашей организации. Тогда разработчик или тестировщик, просто делая запрос в Git-репозиторий, будет получать для себя абсолютно повторяемую среду, например, повторяемый ваш продакшен, для того, чтобы вести разработку или вести тестирование. И решив все вот эти вот вопросы, мы, наверное, будем уже готовы к развертыванию кубернетиса внутри нашей организации. Сейчас я, наверное, готов ответить на ваши вопросы, которые возникли или еще не возникли, но возникнут. Добрый день. Почему вы утверждаете, что нельзя в клауде мониторить состояние мастеров и делать его дипломы? Мониторить можно, но недостаточно. То есть я скорее утверждаю о том, что мы не можем изменять конфигурацию этих мастеров. И использовать мы можем только тот мониторинг, который предоставляет нам клауд-провайдер. Это неправда. Можно использовать экспортеры и выводить данные метрики в свои системы, если это нужно. Да, можно. Ну так, а почему тогда вы выводите людей в заблуждение? Может быть, я немножко не так выразился. Я больше имел в виду, что мы не можем вносить тонкие настройки в компоненты мастеров. Здесь скорее соглашусь, потому что там какие-то правильные образы сделаны. Да, там есть свои проблемы. У того же самого Google, там чуть ли не один мега большой какой-то ЕТЦД, который поддерживает все сразу же. Кластер, который был развернут. Да, я, наверное, просто не так выразился. Давайте вопросы в конце, наверное, лучше. Сейчас продолжим. Вопросы лучше в конце, я думаю. Потому что у нас будет как раз розыгрыш книг за лучший вопрос. А сейчас просто продолжим презентацию. В принципе, у меня как бы все. Я готов просто сейчас поотвечать на вопросы. А, это конец. Да, да, да. Окей, тогда давайте вопросы. Я только даю микрофон, потому что у нас идет запись, чтобы было слышно. Здравствуйте. У меня первый, наверное, вопрос, который возник. Если так много сложностей, может быть, тогда ну и этот Кубернетас. Возьмем Docker Swarm и будем жить. Ну, не совсем, не соглашусь. Сложности только в его развертывании. Эксплуатировать и дальше разрабатывать приложения становится легко. Поэтому основная сложность заключается в том, чтобы донести необходимые компоненты внутрь ваших там закрытых окружений. Наверное, это самая главная сложность. Если вы ее решите, то, пожалуйста, а что касается Docker Swarm или там любых других инструментов, вам все равно придется решать задачи, проблемы с безопасностью. Вам все равно придется решать проблемы с логированием, с мониторингом. Это все равно все будет. Просто Кубернетис вам это позволит делать быстрее и проще. Ну, если честно, то так видится, что нет. То есть получается, что добавляются, могут быть проблемы с персистым волюмой, потом с нетворк-менеджерами, что-то отвалилось. То сеть, то сами персистые волюмы. И кажется, что энтропия растет просто бешено. И нужно много денег вкладывать в экспертизу. И, собственно, и деньги, и время вкладывать, мне кажется, больше кубернетис, чем тот же Docker Swarm. Именно поэтому не нужно развивать эту экспертизу внутри. Именно поэтому не нужно делать что-то свое. Именно поэтому надо обратиться к какому-то третьему лицу, который для вас будет реализовывать Кубернетис. А вам останется только решать административные проблемы, связанные там с реорганизацией работы команд, или уже просто идти и создавать свое приложение? Знаете, вы говорите правильно, но мне почему-то это не очень накликается. Просто я слышу так, что придется все равно длительное время сидеть на игле того, что есть сторонний провайдер, подрядчик, даже не паблик лауда, если подрядчик, он предоставит услуги, но при этом приходится тратить деньги на экспертизу сторонних лиц, а не внутри компании. Это первый момент. А второй момент, если случается какая-то проблема, то в сообществе будут как-то меньше знать о конкретном решении, чем о том, что изначально как есть open source. И третий момент, вы говорили про учет требований, но тоже такая дилемма, будет ли вот этот третий подрядчик, он учитывать требования конкретно моей компании, а он, наверное, будет в первую очередь учитывать как желание, требования своего бизнеса, и не факт, что будет реализовано то, что я хочу. Ну, у меня на это взгляд такой, что нужно выбирать подрядчика, выбирать оператора Kubernetes умно. Вам нужна компания, которая будет полностью на ваши требования отвечать. То есть, если вдруг у вас есть какое-то требование, которого нету в платформе или нету в решениях вашего провайдера Kubernetes, то компания должна пойти вам навстречу и удовлетворить ваши требования. То есть, она для этого и является оператором. Вы просто... для вас будет сделана дополнительная доработка. Так, у нас есть еще вопросы. Кстати, докер-сворм, разве вы не задеприкатил сам докер? Он не сказал, что он больше не поддерживает? Я помню, была такая информация. Ну, просто странно выбирать технологию, которая не развивается. Следующий вопрос? Да, я хотел, на самом деле, поддержать коллегу, вот, спикера, и коллеге, который сейчас вот задавал вопрос, сказать, что я, на самом деле, прошел очень длинный путь. Значит, был стэк на голом докере, был стэк на сворме, значит, причем с голым докером там была вообще такая очень стрёмная ситуация, потому что bare metal node, там был некий костыльный сервис mesh, управляемый Ansible, вот, все это работало очень плохо, очень нестабильно, требовало большого количества вмешательства со стороны, большое количество ручных операций, в общем, управлялось это неудобно, постоянно, соответственно, овертаймы, когда, соответственно, качество кода падает, когда приходится делать откат, то это становится еще хуже, поэтому я хочу сказать, что кубернется не надо бояться, это неплохо, это, на самом деле, лучше, чем все, что я до этого пробовал, вот, а по поводу того, что если вы хотите внедрять в свои организации, то вам с вашей стороны нужен просто project manager грамотный, который разбирается во всех тонкостях настройки, вот, и, в принципе, который будет учитывать интересы именно ваши, и, ну, как бы отбивать ту зарплату, которую вы ему платите, вот, поэтому не надо бояться, говорю, кубернета с этой неплохо, это лучше, чем все, что я вот пробовал до этого, так что не нужно бояться. Еще есть open shift, который делает его проще. Еще вопрос. Еще вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос про изолированные среды. Вот, если есть у нас требования к изолированным средам, то, наверное, должно быть какое-то требование к аудиту артефактов, которым мы помещаем внутрь изолированных сред. Вот, есть у вас какие-нибудь интересные истории или юзкейсы по аудиту артефактов? То есть, мы не просто поднимаем там какой-нибудь private docker registry и пушим туда какие-то образы, а нам нужен какой-то контроль за этим образом. Не совсем понял. То есть, в вашем вопросе есть доступ к публичным docker-репозиторам? Нет, но у заказчика или у компании есть требования к защищенной системе. То есть, мы ее поместили в изолированное окружение. И, соответственно, как часть защищенной системы мы должны отслеживать, какие же мы туда артефакты помещаем внутрь. И, соответственно, должен быть какой-то аудит этих артефактов? Да, конечно, можно. Ну, мы в своей практике, например, использовали связку к Clare-Clar, которая пользуется публичной базой уязвимостей. И при помещении каждого артефакта мы можем его проверять. Ну, как вы, как компания, да, ваша система безопасности может обращаться к API-Clar и проверять артефакт на наличие уязвимостей. А вообще решение, которое позволяет опубликовать только то, что вообще разрешено? То есть, только определенный круг артефактов разрешен? Я думаю, что можно, ну, я уверен, что можно доработать соответствующим образом процесс публикации, что при ответе, при наличии уязвимости просто не продолжать процесс публикации артефакта. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? У меня немного похожий вопрос с предыдущим, но, наверное, разовью тему. Как вы решали вопрос версионности приложений? То есть, именно контроль безопасности того, что находится в кубернетисе. То есть, это надо действительно, во-первых, контролировать то, что пушится в вашей репозитории. Дальше надо контролировать, что из этих репозиториев, где крутится сейчас. То есть, не просто контролировать, может быть, залезть внутрь, посмотреть, правильные шифры установлены, что-то вот такое. Как вы решали такие вопросы? Я, наверное, сейчас не готов ответить. То есть, при развертывании приложения, мы точно, мы, так как репозиторий находится внутри нашего окружения, и мы знаем, что все артефакты, доставленные внутрь, уже проверены системой безопасности, то, наверное, это уже излишнее требование? Нет, это не излишне. Артефакты, может быть, проверены, но сегодня в нем нет уязвимости, завтра в этом Apache нашли дырку. А как знать, в каких проектах сейчас у меня используется этот имидж, какие, то есть, команды. Допустим, у меня там есть десяток команд разработчиков, у них десяток namespace, я должен централизованно следить за тем, как, какая версия, чего сейчас крутится, что кому, может быть, кто-то сам обновляет, кто-то сейчас, да, не дотянул, надо сказать, чтобы обновили. Вот централизованная система какая-нибудь, может, что-то такое использовали? Мы можем, в любой момент времени мы знаем о том, какие артефакты работают внутри Kubernetes кластера. И, зная информацию от Clare о наличии уязвимости, мы можем просто сравнивать, что у нас крутится, и что на данный момент, какова база данных уязвимостей, и делать выводы о том, что что-то нужно обновить. Ну, не руками же каждый пакет. Нет, конечно же, это можно делать автоматизированно. Ну, вот как вы это делаете? Ну, то есть, какой-то просто набор своих скриптов или там какой-то, может быть, продукт был? Сейчас на уровне скриптов в тех окружениях, которые мы используем. Спасибо. Так, еще вопрос. Напоминаю, что за лучший вопрос мы дарим книгу про DevOps. Иду. Вопрос про, собственно, установку в изолированную среду. Вот у нас есть какой-то закрытый контур, да, у которого нет недоступа там ни к Docker Hub, ни к GitHub. И вот все-таки хотелось бы поконкретнее услышать, как вот в таком... Есть какой-то уже оффлайн-инсталлятор, который прям за пару там кликов позволит без запрашивания дополнительных доступов развернуть вот Kubernetes? Ну, да. В компании Kubler, например, уже полностью разработан весь Flow. То есть, действительно, это происходит там за несколько кликов. Причем мы, наши инженеры это не делают сами. Мы, работая там с компанией, просто предоставляем там небольшой там инструкцию из пяти пунктов, которые нужно выполнить для того, чтобы полностью развернулся Kubernetes Cluster внутри полностью изолированного окружения. Единственное ограничение, что мы внутрь этой среды должны каким-то образом доставить артефакты, как я уже говорил. Ну, это там набор архивов, которые уже протестированы. Мы уже знаем о наличии, об отсутствии внутри этих артефактов уязвимостей. И сначала разворачивается репозиторий. Мы используем Nexus OSS, так как он поддерживает не только Docker, но и там RAV-репозиторий и Helm-репозиторий. И сначала разворачивается Nexus-репозиторий просто в Docker. В этот Nexus-репозиторий доставляются необходимые артефакты, после чего запускается процесс развертывания кластера с указанием на то, что все артефакты у нас находятся вот в этих репозиториях. Два или три пункта инструкции и два или три клика мышкой. Коллеги? Еще вопросы? Больше нет вопросов. Окей, тогда Максим нужно выбрать лучший вопрос и последний шанс выиграть приз. Максим, такой вопрос. А вы, получается, сейчас, чтобы у меня сложилась картинка полностью вот всего этого выступления, то вы сейчас себя позиционировали как фиртпати партнера? И как партнера тоже, да. А. Понятно. Делайте выбор разумно. А? Делайте выбор разумно. Максим, тогда выбираем лучший вопрос. Наверное, про безопасность вопрос и там да, и все вместе. Вопрос про безопасность. Там окей. Что потом вытекло. Так, тогда дарим вам этот купончик. Нужно подойти на стенд ДМК Пресс. Он стоит, находится справа от Леура Мерлен. И вы сможете выбрать себе любую книгу, которая вам понравится. Все. Всем спасибо. Тогда следующий доклад через пару минут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ